сейчас мы попробуем заодно посмотри как мобильник ридми ноут 6 реалми 6 про называет как он пишет с экрана и картинку и звук вот иван грозный до его все на верху его матушка елена глинская якобы ее ее предков приехал в польшу мамай и там насиловал они от него убегали в общем это мы все понимаем так значит ну там бизантийская ветвь по отцу тоже тем тоже его отец василий он на самом деле не василий а гавриил у него типа прямое имя прямо от апостола ну хорошо в общем то есть он все равно получается он не иван васильевич получается теперь вот сейчас мы дойдем до такого места интересного параллельно с ним значит вот создавала белоруссию очень королева боносфорца тоже известная личность надо про нее все это надо быть информации из милана и у нее испанские еврейские корни и причем одновременно там и в англии были королевы с этими корнями арагонским и тогда так вот значит вот в этой где-то там польши там правил ее сын как раз вот именно параллельно с иваном грозным и вот смотрите что он пишет матушка а вот матушка этого ивана грозного ты елена глинская специально так добилась того чтобы должность царя в россии учредить вообще все они все строили некий новый тип государства чтобы все граждане были представлены в правительстве то есть явно это было под какое-то еврейство задумывалось впоследствии сделать еврейский мир наверное вот так вот теперь читаем при иване грозном был запрещен въезд на территорию россии еврейских купцов когда же 1550 году польский король сегизмунд август вот этот сын бонесворца потребовал чтобы им был дозволен свободный въезд в россию и он отказал в таких словах в свои государства жидом никак ездите не велеть за не же в своих государствах лихо никакого видите не хотим а хотим того чтобы бог дал в моих государствах люди мои были в тишине без безо всякого смущения и ты брат нашу почему он его братом называет по титулу или или по родственному перед ажи жидех к нам не писал поскольку они русских людей от христианства отводили и от равные земли зелья наши земли приводили привозили и пакости многие людям нашим делом понимаете вот когда человек вот сколько я видел своих соседей вот 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 бывает человек откровенно антисемитом смеется там вот ежедом называет в лицо и вот у меня был такой сосед у нас в питере на товарищеском потап такой но при этом он он чуть ли не насильственно заставлял с ним бухать и на шестиконечные звезды настоящие он внимание не обращал его эта тема и и самое главное что он мой отъезд в израиль совершенно спокойно даже горел почему-то до сих пор не уехал до 1996 года в конце концов я уехал мы очень тепло с ним распрощались он сказал ну правильно сделал так вот вот он к еврейству никакого отношения не имеет а вот если вот полукровка какая-нибудь причем то а вот вот именно из полукровок получается вот такие антисемиты показные потому что он пытается перед каким-то другим народом выслужиться что мы тоже наблюдаем человек человек боится это это видно какой-то страх что вот этот сигизмунд август может знать о еврейских корнях этого ивана грозного поэтому он вот таком ужасе вот запрещает всю эту тему затрагивать вот так то господа хорошие так что кто-то мне говорит не лезть в нашу историю в русскую лезть в историю своего народа вот я в историю своего народа и влез вот такой результат у нас в получился благодарю за внимание до новых встреч попробую выключить